Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня утром я предлагаю вместе со мной приготовить омлет. Но омлет не обычный, не традиционный, не классический, а омлет с кабачком и зеленым горошком. Для приготовления нам понадобится 1 кабачок, 3 яйца куриных, немного зеленого горошка, соль, перец, немножечко подсолнечного масла, ну и в принципе немного зелени, вот и все нехитрые ингредиенты. Давайте начнем приготовление. Первым делом разогреем сковородку. Пока она будет греться, мы подготовим кабачок. Нарезаем небольшими кружочками толщиной буквально 3-4 миллиметра. Утром очень мало времени, как правило, долго готовить завтрак не хочется, да и не всегда успеваешь. Поэтому толщина наших кружочков будет небольшая, чтобы кабачок пожарился очень быстро. В небольшую миску отправим кабачок, она нам уже не нужна, его необходимо посолить, поперчить по вкусу, ну и размешать. Пока греется сковородка, кстати, можно добавить уже немного подсолнечного масла. Кабачки замаринуются очень-очень быстро. Мы не будем дождаться, пока они пустят сок, потому что мы спешим. Весь полезный сок останется в нашем омлете. Буквально полминутки на то, чтобы просолились и проперчились кабачки. Нагрелась сковорода. Выкладываем на нее кабачки. Нам важно покрыть ими все дно сковородки. Если вы готовите завтрак на одного человека, можно взять сковородочку немножко поменьше, процесс пойдет чуть-чуть быстрее. Но если семья большая, лучше взять сковородочку диаметром побольше, чтобы всем хватило и не пришлось дожаривать. Можно немного добавить. Практически покрыли мы дно нашей сковороды кабачками. Ну и все, оставляем их жариться. Тем временем мы можем взбить яйца. На одну порцию, примерно два, ну если очень голодный с утра, можно три яйца использовать. Совсем немного соли. Ну и взбиваем. Чем лучше и более тщательно вы взобьете яйца, тем более пышным получится омлет. Проверим. Кабачки. Уже подрумяниваются. Совсем скоро мы их перевернем. И зальем взбитыми яйцами. Не ленитесь хорошенько взбивать. Это не так долго, не столько усилий. Ну, в принципе, это своеобразная такая зарядка, легкая зарядка на кухне. Если не успеваете сделать обычную зарядку, можно размяться и во время приготовления завтрака. Все, пришло время переворачивать кабачок. Легкий румянец есть. Можно немного убавить. Только мы перевернем все кабачки, то сейчас же выльем сюда приготовленную смесь. Ну, вот, справилась. Заливаем кабачки взбитым яйцом. И накрываем крышкой. Примерно через 30 секунд нужно будет добавить немного зеленого горошка. Ну, если не любите горох или не хотите его добавлять, вполне можно обойтись и без него. Но я все-таки рекомендую это сделать, потому что горох очень полезен, питателен. Ну, и, в принципе, ярких красок ранней весной никому не помешает. Примерно 30 секунд прошло. Омлет начал немного схватываться. Я добавлю немного горошка. Оставляем до полной готовности. Под закрытой крышкой готовится омлет. Примерно 2 минуты, и он будет готов. Тем временем, мне есть чем заняться. Нужно нарубить немного зелени. У меня сегодня есть укроп, петрушка. И лучок. Ну, вот, с луком. Не знаю, как быть утром. Если все-таки вам предстоят какие-то важные дела, можно обойтись и без него. Немного укропа. Зелень, в принципе, можно не рубить. Можно просто порвать. Как вам будет угодно. Я нарублю. Я люблю, когда зелень мелко рубленая. Она не перебивает вкус основного блюда, а лишь его дополняет. Ну, и немного лука. Наверное, все-таки. Только зеленую часть. Раз уж мы решили, что это у нас солнце и зелень, то пусть так и будет до самого конца. Пока омлет дожаривается, можно убрать всю ненужную посуду, помыть все то, что мы использовали при приготовлении, и готовиться завтракать. Ну вот, прошло 2 минуты. Я успела помыть и убрать посуду за это время, а наш омлет уже готов. Выключаем. Смотрите, какой он получился. Пышный. Я не поленилась. Очень хорошо взбила его. Снизу он поджарился очень хорошо, зажаристый, а сверху такой пышный. Выкладываем его на блюдо. посыпаем. Посыпаем. Вот, у меня еще есть немного сметаны. Можно полить. Сметаной омлет не испортишь. И зелень. Смелее, щедрее. Ну что, наш аппетитный завтрак готов. Я напомню, что мы сегодня готовили омлет с кабачками и зеленым консервированным горошком. Приятного аппетита. И пусть этот день будет таким же ярким, как и ваш завтрак. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok